Здравствуйте, дорогие мои телезрители телеканала Афонтова и города Красноярска. И, конечно, мои подписчики на канале YouTube. Я приветствую всю Россию, Украину. Слышите меня? Хохлы любимые. И Украину, и, конечно, Белоруссию, потому что оттуда очень много комментариев. Это Северный Кавказ, это Крым, это север нашей страны, это Дальний Восток. Я очень рада, что вы у меня есть. И сегодня хочу вам показать, как правильно черенковать флоксы. Это тоже очень просто. Почему тема черенкования сейчас в разгар лета? Да потому что надо было сделать это чуть пораньше. Вы мне все пишите, а что вы там показываете помидоры, как сажать, когда время прошло? А что я так показываю? А потому что не хватает времени, не хватает эфирного времени. Тем очень много, и вы уж, пожалуйста, если в этом году я показала это чуть позже, чем надо, так на следующий год же, господи ты, боже мой, воспользуйтесь моим советом. Вы же все равно делаете все наоборот, девочки мои и мальчики наоборот. Значит так, черенкование флоксов, оно проще, чем вообще можно предположить. Вот смотрите, куст флоксов. Здесь, кстати, много сортов. Ну, нечаянно кто-то наступил около куста, и он как бы у нас надломился, да? Я его вырезала около основания. Это, по-моему, белый красавец Давид, насколько я помню. Значит, здесь у нас, вот это, по-моему, голубой флокс. Ну, не помню, блю какой-то. Значит, поскольку они еще не на цвету, видите, еще нет цветоносов. Поэтому самое время заняться черенкованием, потому что руки были все время заняты, а мозги уж тем более. Я от каждого куста постараюсь взять по одной веточке. Ну, там, где есть вот из пазух уже цветоносы бьются, мы их не будем трогать. Возьмем те, которые еще не набрали цвет. А флоксы, как известно, цветут у нас как, да? Правильно, цветут у нас осенью. В августе месяце начинается цветение, и они до самых морозов будут радовать нас своим пышным, просто безумно пышным цветением. Так, вот сзади меня еще какой-то куст. Здесь есть очень красивый флокс. Флокс, и я, по-моему, его крыса ела очень усиленно. У меня тут крысы подземные, едят все, что под землей находится, то есть корни. Я перестала сажать много овощей только ради того, чтобы крысы ушли с участка. Я их, конечно, травлю, и к этой теме мы тоже вернемся, но это будет попозже. Значит, у меня 5 видов, 5 сортов флоксов, и мы идем за мой любимый стол, чтобы сделать из этого черенки. Что такое черенки флоксов? Да, это все то же самое. Нужно разрезать правильно. Вот желательно бы вот этот вот стебель, который лысый, да, который остался, он около самой земли, как правило, и он остался без листьев. Вот я бы его не обрезала, но неудобно будет высаживать, поэтому сделаем все как обычно. Но вот эту палочку тоже можете сохранить, и покажу, что с ней делать. Значит так, посмотрите, у черенков флокса, заели вот эти вот, которые маленькие, гнусные, у черенков флокса должно быть два листа на макушке и вот хотя бы две точки, где попарно расположенные у флокса листья. Видите, попарно расположенные. Почему? А потому что, оказавшись под землей, сейчас я правильно обрежу, наискосок, оказавшись под землей, они дадут, каждая пазуха листьев даст не один отросток, да, и не только корни, здесь образуются почки, и отсюда пойдут новые стебли флокса. То есть, если у нас их четыре, значит, у нас уже на следующий год это будет полноценный куст. И стеблей будет, ну, как минимум, четыре-шесть. Значит, здесь у нас обязательно по прямой, коротковато, но пойдет. Листья поперек, такие листья голый черенок не выкормит. Так, вот так выглядит черенок, все просто. И куда он отправляется? В кружку с укоренителем. Я буду так называть, а то этот гетероауксин не выговариваю. Так, разрезаем. Вот у нас еще веточка осталась, да? Раз, два, три, четыре. Пятый, шестой лист попарные окажутся на макушке. Так, здесь нужно сделать так. Сделать так. Вот всегда... Нет. Листья флокса не черенкуются. Не надо говорить, зачем ты их выбрасываешь. Так, сделаем три пары. Уберем макушку, то есть мы ее прирежем. Для чего, как вы думаете? Для того, чтобы она дальше не росла. Растению надо сосредоточиться на нижней части. То есть точку роста мы убрали. И вот эти листики оставим, а вот эти уберем наполовину. Облегчив задачу этому будущему растению. Здесь у нас три пары листьев было. Буду надеяться, что хотя бы на двух-трех появятся корни, но, естественно, новые побеги. Значит, этот приводим в порядок. Низ у него пока сой, как всегда. Нож должен быть острым и достаточно чистым. Убираем. Потом, хочу сказать, что когда я черенкую флоксы, я, в общем-то, не запариваю себе голову и особо не задумываюсь, куда их посадить. Только потом, осенью, когда в надежде, что приживутся из 100, ну, например, 20, а у тебя прижилось 100, вот тогда ты не знаешь, куда их девать и как их пересаживать. И начинается беготня по участку. Также верхнее обрезаем вот так. В общем, короче, я буду молча это делать, а вы внимайте. Или не молча. Ладно, не молча. Я хочу вам сказать, что флокс такое удивительное растение, которое совершенно спокойно растет просто десятилетиями. Вот я слышу уже, да вы часто пишите, что ой, у меня флоксы пропали. Да не могут они пропасть, это сорняк на самом деле. Даже самые гибридные культурные сорта, если посадить правильно их не вот так вот, как вы любите это делать, а вот так вот на штык лопаты, вот тогда стебель, оказавшаяся на глубине 20 сантиметров, у него из пазух листьев бывших вырастет огромное количество побегов. И потом, даже если вы захотите пересадить его куда-то, то в итоге на этом месте опять будут расти флоксы. Так, значит, раз, два, три, четыре, отрезаем. Ну, здесь листики оставлю, потому что они такие маловастые. Так, так. Обязательно по две пары листьев оставляем, что-то я заговариваться начала уже. Так, здесь точку роста убираем, она нам ни к чему. Так, четыре много. Ну, я обычно вот так делаю. Если уж честно, то вот так. И еще один, потому что листья большеватые. Вот так. Так, и сейчас мы все пять наших растенец приготовим к укоренению. Так. Ну, длинноватые черенки, но другого выхода нет. У них почему-то в этом году, то ли от жары такой, очень длинные междоузлия. То есть расстояние между парами листьев вот такое большое. Обычно оно не такое. Срез косой здесь прямой, два листа осталось. Нихай будет все. Делаем вот этот сорт. Так, у нас это будет вот так. Так, теперь обираем это, это. Так. И оставляем. Ну, вот здесь останется один лист, как это не прискорбно. Один лист оставляем. Не будем его срезать, потому что он единственный получился. Так, так. Я вот люблю такой. Ну, можно, конечно, если особо ценный сорт, можно, в принципе, как бы, да, оставить одну пазуху под землю, а одну пазуху уже листьев попарных оставить наверху. Ну, я привыкла по-другому. Так, здесь на макушке срез прямой. А вот здесь косой. Вы делайте сразу, чтобы вам не запутаться. Так. Можно и вот так делать, только очень ровно. Старайтесь делать ровно. Так, убираем макушку. Ну, и тут листья, конечно, огромные, скажем честно. Хотя бы вот это вот, ну, и вот это тоже. Ну, все, черенки готовы. Это все нам не нужно, мы это не используем. На улице так жарко, с ума можно сойти. Так. Поскольку у черенков не одревесневшие, то есть на розу не похожие, да, стволики, поэтому выдерживаем их 6 часов. В укоренители корневинь или гетеро-ауксиния. Когда вы покупаете флоксы или любые другие растения в магазине, для того, чтобы их посадить в землю, возьмите себе за правило вот такой прием использовать. Купите, есть такой порошок пудра, и он называется корневин. В зеленой коробочке такой продается небольшая бутылочка, как из-под ножмы, и там такая чуть перламутрово-белая пудра. Так вот, даже не то, что там цветы какие-то нужно опудрить, слегка влажный черенок или корневище, нужно опудрить вот этим порошком, корневином, именно в состоянии пудры. И вы можете спокойно высаживать. Это касается и помидор, и огурцов, и баклажан, и перцев, чего угодно. И яблонь там, и груши, и плодовых кустарников, и это даст всегда хороший результат. А мы с вами отправляемся в сад, чтобы эти черенки посадить на место под наклоном 45-30 градусов, головой всегда на юг, в пролитую бороздку, и потом каждый черенок будем обжимать пальцами так сильно, чтобы около него, вот там, где находится, да, то их, конечно, можно бороздовать, но в принципе это не требуется. Флокс ведет себя очень даже толерантно по отношению к хозяину. Значит, и так, чтобы у нас вот эта часть была под землей, с плотно обжатой почвой вокруг него. Проливаем борозду. Ну, этого достаточно вполне. Сейчас осядет вода, впитается, и мы с вами начнем, чтобы определить местоположение солнца, какое оно там, южное, северное. Достаточно проследить днем, где солнце всходит и куда оно заходит. У нас всходит вот здесь солнце, идет вот так вот и заходит вон там. Значит, юг расположен вот здесь. Вот головой примерно чуть-чуть туда, не вот так прямо, а чуть-чуть туда, развернуть и высадить. Для того, чтобы солнце не упиралось в стебли, в черенки, а скользило по ним, то есть вот так вот, не обжигая их. И всегда это делается именно так. Процесс такой же, как для всех черенков. Заглубляем, прям втыкаем туда, так, чтобы у нас только пара листьев оказалась наверху. И вдавливаем. Их, конечно, посадить надо чуть-чуть пореже, потому что, учитывая, что длина черенка вот такая вот, и здесь появятся растенец и корни, как-то мы их должны выкопать потом, да? Вот такое расстояние и соблюдаем. Вот, да, мы будем выкапывать, и у нас никто не поранится, но обязательно ручками придавливаем. Ничего не случится с вашей почвой, с вашими черенками, все будет окей. Ну, можете делать это отдельно по сортам, можете делать миксы, пожалуйста, не возбраняется. Но очень хороший вопрос, который вы зададите, и я сейчас на него отвечу. Почему под 45 градусов? А вы помните, когда мы в прикупку отправляем деревья и кустарники, как мы их укладываем? Головой на юг и обязательно под 45-30, а то и 30 градусов. Почему? Потому что в таком состоянии, если бы мы так воткнули черенки, питательные вещества идут сюда и начинают крутиться в верхней части. А у нас что в верхней части? У нас там листья, там нету ничего, листья уже распущены. То есть растение работает впустую. Если уложить вот так, то питательные вещества идут сюда и, сделав круг, возвращаются вот сюда. Вот тут, где у нас желаемые корни и будущие маленькие растеница, и начинают крутиться в нижней части, в корневой части, образуя тот калус и те корешки, которые нам так нужны. Вот и вся разница. Поэтому всегда под 45 градусов. И флоксы растут везде, и на солнце, и в полутени. Нельзя высаживать флоксы около плодовых деревьев, в зоне их корневой системы. Нельзя, потому что корни уходят очень глубоко, и они будут конкурировать с деревом, забирая у него все питательные вещества. Вот такие они хомовитые ребята. Ну, на этом я закончу. Всего доброго вам и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!